Здравствуйте, меня зовут Виктор, я дипломированный психолог, работаю в рамках рационально-эмотивно-поведенческой и когнитивно-поведенческой терапии. В сегодняшнем видео я хотел бы презентовать вам новый формат групповой работы, открытые группы, ну, за разумеется, по рэпт. Суть данного формата заключается в следующем. Мы набираем группу из 10-15 участников, которые обращаются в групповую терапию, с совершенно разным набором проблем. То есть, в отличие от групп, посвященных теме безусловного самопринятия, какой-то единой темы, которую мы будем осваивать на протяжении 8 сессий, в том случае, в этом варианте нет. Есть огромное количество запросов, которые можно прорабатывать с точки зрения рационально-эмотивно-поведенческой терапии. Ну и, соответственно, группа формируется из людей, которые эти запросы имеют. Грубо говоря, это все начиная от тревоги, социальной тревожности, гнева, раздражительности, ревности и так далее. Перечень проблем, которые можно проработать, довольно-таки обширный. Конечно же, вот этими вот тремя-четырьмя словами, которые я произнес секунды ранее, не исчерпывается. Огромным преимуществом такого формата работы является периодическая смена участников. То есть, группа не имеет окончательного срока окончания, то есть четких границ с конца у нее нет. И, соответственно, происходит некая текучка, то есть, после прохождения части курса из шести недель, некоторые участники покидают группу. В случае, если их проблема разрешена настолько, насколько они считают нужным, или же остаются в ней для того, чтобы продолжить работу. Ввиду того, что группа постоянно пополняется новыми людьми, у старичков, так скажем, появляется возможность поделиться своим опытом, показать только что пришедшим участникам, насколько хорошо и насколько эффективно в рамках рациональной эмоциональной поведенческой психотерапии им удалось или удается прорабатывать свои проблемы. Также они могут заступать в качестве наставников, конечно же, под чутким руководством ведущего, который занимает, разумеется, активную и директивную позицию, тем самым поддерживая высокий темп работы и делая работу комфортной и плодотворной для всех участников процесса. Новички же, в свою очередь, могут увидеть на живом примере, как их коллеги, некогда страдавшие от эмоциональных расстройств, смогли с ними побороться хотя бы частично, ну и, соответственно, обучиться чему-то у них, у наставника и ведущего, потому что зачастую опыт людей, которые некогда находились в таком же подавленном и, так скажем, неблагоприятном состоянии, бывает более показательным, более воодушевляющим, нежели чем какие-то знания, предлагаемые из уст, пусть, и даже компетентного специалиста. Это не последнее видео, посвященное теме групповой терапии, в дальнейшем выйдет еще одно, возможно, вместе с Михаилом Александровичем, где мы в формате интервью разоберем этот формат более подробно. Большое спасибо за внимание, работайте со своими эмоциями, если у вас не получается или вы хотите поработать немножечко получше, обращайтесь, поработаем вместе. Ссылка на групповую терапию и на телеграм-канал будет в описании под видео. Всего доброго, до свидания.